Вы тратите большую часть времени, почти в любой игре, на перемещение. Но многие разработчики креативно подают эту рутину, а то и перетягивают на неё одеяло с остального геймплея и повествования. Я отобрал игры, от которых сложно оторваться, потому что они достигли вершины в искусстве достигать. И разбил их на несколько категорий, чтобы понять их природу. Отталкиваясь от них, вам будет удобнее разбирать ту или иную игру по косточкам или даже придумать что-то своё. Каждая предлагает уникальное решение, но часто клонится к одному из полюсов игровых механик. Первые вызывают обратную связь в игре. То есть ваши действия что-то меняют, а значит имеют цель, и достигая её вы получаете удовольствие. Вторые вытягивают обратную связь из-за ваших чувств. Вам приятно от процесса, и его результат не важен. Хорошо, когда всё в равных пропорциях, но такое бывает редко, и это сложно. Например, в играх от Insomniac всегда продуманное перемещение. Будь то Sunset Overdrive с виртуозной техникой скольжения, или Spire the Dragon с плавным переходом от физичного бега к планированию. Их главное достоинство — ощущение непрерывности. Вы перемещаетесь по горизонтали и вертикали почти не останавливаясь. С другой стороны, в этих играх перемещение оторвано от боевой системы. Да, вы часто воюете в воздухе, но по сути используете те же приёмы, что и на земле. Либо стреляете. Допустим, в пауке нельзя, пролетая на паутине, подхватить противника и швырнуть вниз. Вам нужно перейти от перемещения к наземной боевой системе, притянув врага. А когда вы с бандитами в разных плоскостях, бой заменяет готовая анимация, которой вы не управляете. Но не боевая супергеройская свобода перемещения по городу нужна ради бесконечного фана и стильного визуала. В основе всего два движения. Полёт на паутине и подтягивание на паутине с отскоком. Причём подтягивание скрывает пару трюков, которые поддерживают непрерывность. Вы можете притянуть себя в любой момент из любого положения. Поэтому анимация и отклик должны реагировать мгновенно. Плавного перехода между полётом и подтягиванием нет. Стык разделяет два разных кадра, но маскируется эффектами. Во-первых, искривляется пространство, когда паук натягивает паутину. Плюс камера быстро отдаляется, когда персонаж вытягивается стрелой. И к моменту достижения точки приземления камера и пространство возвращаются обратно. Эффект напоминает доли зума, когда передний план остаётся неизменным, а фон смещается. Такой трюк визуально подчёркивает упругость движения и доступен в любой момент. То есть ключ к непрерывности не в плавности, а в отзывчивости. Для сравнения возьмём Unfamous Second Son от Sucker Punch Production. Её часто сравнивают с играми Insomniac. Вы можете перемещаться почти свободно, паря по воздуху, ускоряясь и так далее. Но вы двигаетесь отрезками, рваном. А камера в одном положении и никак не реагирует на движение, что не находит отклика у вашей сенсорики. Им можно отдать дань Байоник Команда, в которой механика полёта на тросе из многофункциональной руки была круче, чем в любой игре о Человеке-пауке до этого. Потому что серия начиналась как платформер и, видимо, платформенный подход налажал отпечаток на прыжки. И Insomniac Games придерживались того же самого. Первонаперво они взялись за механику полётов на паутине. Джорни. Джорни. За счёт пониженной гравитации, физики ткани, отсутствия сложных препятствий и отточенного движения камеры, которая подчёркивает разную крупность планов, когда это нужно, вы парите по поверхности, погружаясь в медитативное путешествие. Недавняя Гриз, вдохновлённая Джорни, использует те же методы. Пониженная гравитация, ткань, крупность камеры, которая не позволяет грубых переходов, и вкратчивый звук. Но, несмотря на простоту посыла и небольшое количество интересных механик, оторваться от Гриз сложно. За философией движения такого рода стоит концепция состояния потока. Её описывал в своём тексте создатель Джорни Джуноу Чен, и пусть он не касался визуального воплощения, но именно комплекс принятых решений привёл к особому темпу, а, следовательно, и к движению в таких релизах. Паркур. Уже привычный концепт перемещения, который в разных дозах присутствует в современных играх, но для некоторых стал фундаментом. В Dying Light паркур – механика выживания. Нужен для того, чтобы прятаться, а не нападать. И чтобы построить эффективный маршрут, вам стоит хорошо изучить локацию. Просто двигайтесь вперёд в Mirror's Edge. Ведь это главное средство достижения цели. Все лишние механики отсечены или сведены к минимуму. А визуальный стиль подсказывает, куда идти, чтобы сконцентрировать игрока на главном. В Assassin's Creed паркур не обязателен для выживания, но работает как инструмент планирования и способ взглянуть на художественно-осмысленную эпоху с необычного ракурса. И несмотря на то, что боевая система отделена от паркура, механика скрытого коренка позволяет убить противника, не прерывая перемещение, чего не хватает пауку. Хотя бесшовность движения сродни играм Инсомния. И в отличие от Dying Light почти ничего не нужно бояться. Просто зажимайте кнопки и получайте удовольствие. Dishonored переплетает акробатику и магию. Но как и в случаях с играми Ubisoft, здесь паркур помогает стелсу и внезапным атакам. Паркур эффективнее всего дает прочувствовать вертикальный геймплей, поэтому часто входит в состав комплексных систем перемещения. Они завязаны на совокупности механик в разных измерениях, координатах и стихиях. Один из наиболее сложных, но эффективных подходов, который не дает оторваться от экрана. В Just Cost вы можете забраться куда угодно или спуститься откуда угодно, комбинируя разные гаджеты или технику, в том числе сложные алгоритмы трюков на земле и в воздухе. The Legend of Zelda Breath of the Wild похожая система, но менее плавная и динамичная, зато углублена физическими законами. С помощью потоков горячего воздуха от подожженной травы можно подняться на планере, а дождь осложняет карабкание. Но некоторые гаджеты, вроде костюма, в котором можно подняться по водопаду, законы физики опровергают. Такие системы в играх не всегда помогают повествованию, но зато подталкивают к экспериментам. И хорошо бы там, куда вы хотите забраться, было еще и интересно. Марио в Super Mario Odyssey с помощью шляпы вселяется почти в любого противника или предмет вместе с его способностями. Будь то лягушка, рыба, гусеница, горшочное растение, ядро собака, танк, ракета или осьминог с трубоподдувом сзади. Можно даже стать линиями электропередач. У каждого воплощения свой тип движения и приемы, да и сам Марио имеет список прыжков комбинаций. Обычный прыжок, прыжок после двух обычных выше предыдущих, длинный с разгоном, высокий прыжок назад, отскоки между стен в духе Принца Персии, прыжок, удар и скольжение. А еще можно катиться ядром. Благодаря физике Марио, продуманной вибрацией контроллеров и звукодизайну, все движения ощущаются приятно упругими. Watch Dogs более приземленная, но очень комплексная система. В игре нельзя достигнуть любой точки, однако широкие возможности взлома городской техники, что можно считать способностью к мимикрии, подобно Марио, простенький паркур, дроны в воздухе и на земле толкают к творческому решению задачи. Каждый тип движения имеет свои плюсы и минусы, но изучив их вы доберетесь до нужной точки, а как не важно, и этого будет достаточно, чтобы получить удовольствие. И все же самый популярный и классический способ комплексного перемещения существует со времен старых платформеров — чередование механик. В Ratchet & Clank от Insomniac вы летаете, плаваете под водой, катаетесь на турбоскейте и прыгаете с ракетным ранцем. В Inside бегаете за мальчишку, потом сильно замедляете темп, когда берете под управление под лодку, и, наконец, мучаетесь с неуклюжей горой мяса из человеческих тел. Пусть насильно, но переключение между стилем передвижения не дает заскучать. В противовес сложным системам находятся игры, которые сфокусированы на одной механике, но она нарушает физические законы, особенно законы гравитации. В играх серии Kingdom Hearts, начиная с 2012 года, появилась механика Flow Motion. Она позволяет оттолкнуться почти от чего угодно, и при этом персонаж как бы плавно воспаряет в воздухе и ритмично завершает красивый прыжок ударом. Всего лишь верно рассчитанные фазы движения, и хочется повторять бесконечно. Очень приятно исполнять связки прыжков в Warframe. Игрок фактически отталкивается от воздуха, преодолевая большие расстояния и минуя понятные физические законы. Это напоминает комбинацию ударов или прыжки по воздуху во сне. Пишите в комментариях, кому подобное снится. Благодаря прыжковому модулю из Titanfall 2 можно бегать по стенам, отталкиваться от стен, скользить, прыгать высоко и рассчитывать траекторию падения. То есть игрок использует все измерения локации по максимуму. Какой-то паркур 2.0 в невесомости, который даже интереснее самой стрельбы. С по-настоящему царской креативностью к управлению гравитацией подходит Gravity Rush, особенно вторая часть. На выбор три стиля гравитации. Обычная из первой игры, лунная, которая делает героиню легкой, и Юпитер для тяжести. При этом каждый стиль — часть боевой системы, пусть и не особо глубокой. Игрок управляет гироскопом геймпада, прицеливаясь вместо падения. И работа камеры каким-то удивительным образом помогает ощущению падения. То ли она как-то правильно трясется, то ли по-умному стабилизирована, но если в другой игре с полетами творился бы ад, то здесь от этого не устаешь. Макс Пейн на протяжении трех игр прыгает в буллет тайме и стреляет. И это не надоедает, благодаря точному расчету времени. Не слишком затянуто, чтобы удерживать темп, но достаточно, чтобы все рассмотреть в деталях и почувствовать себя крутым. И заметьте, за годы не появилось других сложных акробатических трюков. Просто они не нужны, и никто не смог сделать так же хорошо. Своей целеустремленностью завораживает бег из Metal Gear Rising и скольжение на заднице из Vanquish. Это далеко не главные механики, но благодаря продуманной анимации и жесткой прямой линии движения они заряжают. Жаль только, что открытых пространств для них встречается мало. В основе любого движения лежат фазы. Например, управление в Super Mario Bros. рассчитано так, чтобы игрок успел среагировать. Марио парит, его баллистику легко просчитать. Начало фазы подъема совпадает с фазой спуска. Super Meat Boy более физично сложен, так как время подъема длиннее времени падения, плюс последующая инерция. Платформеры типа Ори или Селесты балансируют между контролем траектории в духе Марио и сенсорикой Мид Буэя, сохраняя легкую инерцию. И это постепенно приедается, хотя существуют концепты, которые стоят особняком и смотрятся оригинально. Допустим, в Дандара прыжки-головоломка в пространстве, при этом персонаж не умеет ходить. А игры о Сонике сшивают бег, бой, инерцию, вращение и бег на 360 градусов по треку в сплошной гипнотизирующий фан. Гиш. Заточено под управление физическим состоянием героя. Можно быть твердым, твердым и тяжелым, липким, скользким, жидким. Игрок преодолевает препятствия через познание тела и управление его поведением. При этом вы можете комбинировать состояние. А еще в недавнем видео о перезарядке я упоминал Splatoon, где превращение в кляксу дает дополнительные возможности движения. И, наконец, Crypt of the Necrodancer. Необычный рогалик в подземельях. Вы перемещаетесь по квадратам и атакуете, только если попадаете в такт музыки. При этом с каждым новым уровнем увеличивается темп композиции, а значит сложность. Простейший подход, но он вас физически вовлекает в движение. Тут и добавить больше нечего. Но вычурные концепции нужны не всегда, если привычные движения выполнены просто, качественно и продуманно. МГС-5 не привносит ничего нового в механике передвижения относительно других игр жанра, кроме одного – плавности и согласованности. Я не припомню где-либо еще таких комфортных переходов между бегом, положением лежа, подкрадыванием и прямой ходьбой. На бегу вы можете сразу броситься лицом вниз, если вас заприметил противник, вскинуть оружие и выстрелить. А потом тихо сменить позицию. И все работает очень отзывчиво, благодаря чему иногда хочется чуть-чуть пошуметь, чтобы потом импровизировать. Парадоксально, но это делает МГС-5 одним из самых быстрых стелс-экшенов. Есть варианты еще проще. Вы сто раз уже слышали о том, как в RDR2 игрокам нравится неторопливо ходить. Артур двигается медленнее реального человека, что придает вес его движениям, которые задействуют не только конечность, но и мускулы, подобно Grow Home, где за анимацию робота Бада отвечает процедурная генерация. Итак, вот целый ворох подходов чуть ли не к самому главному. Что с этим делать решайте сами, надеясь поможет в решении разных креативных задач или натолкнет на понимание, что в основе игры или любой творческой работы лежит какой-то общий концепт, и реализовывать сразу все идеи не стоит. Определите сильную сторону вашего произведения и развивайте, стройте все законы вашего проекта с опорой на нее, и тогда, может быть, вы зацепите своего игрока или зрителя, чтобы привести его к прекрасному финалу. Или нет. Ведь главное — неврологический аттракцион. Я продолжаю делать видео, а вы продолжайте рассказывать в комментариях о своих находках среди игр, которые заставляют вас почувствовать флоу движения. Предлагайте рубрики, лайкайте и делитесь видео, это все очень помогает продвижению канала. Мы вам, а вы нам. Получится эффективное сотрудничество. И не забывайте, что на сайте ДТФ всегда есть что почитать об играх, кино и прочих явлениях культуры. Под наши утренние трансляции в 11 часов утра могут просыпаться студенты, фрилансеры, домохозяйки и безработные. Смотрите их на нашем лайв-ютуб-канале или Твиче, все ссылки в описании. Кстати, плейлист «Игры искусства» пополняется новыми видео о геймдизайне. Не пропустите предыдущие выпуски. Спасибо за просмотр, друзья. Меня зовут Луцай Алексей. Скоро увидимся. Продолжение следует...